В эфире новости Карелии. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем о главных событиях сегодняшнего дня. Здесь у нас проводятся настольные игры, музыкальные гостины. И это не все. В Карелии начался круизный сезон. Востребовано ли путешествие по воде? Сейчас цены выросли. Даже продуктовая корзина. Уже один раз ходить. Достаточно такая сумма. Помогает ли пособие на несовершеннолетних сбалансировать расходы? Ни на что еще его можно потратить? Это все и есть память. Это то, что подпитывает. То, что держит имя на достойном уровне. Неделя Роберта Рождественского продолжается в Карелии. Стихи поэта прочитал и глава республики. Сегодня депутаты законодательного собрания поддержали поправки главы Карелии в закон о бюджете. Изменения предусматривают увеличение доходов и расходов почти на 1 миллиард рублей, а также перераспределение средств в условиях санкций. Так увеличатся расходы на социально значимые направления. Районным и городским округам республики будут дополнительно выделены более 211 миллионов рублей на помощь местным бюджетам. Около 114 миллионов планируется направить на ремонтные работы в школах и установку оборудования. Необходимо исполнить в том числе и мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности, так, например, установка металлорамок, систем видеонаблюдения. Также на питание школьников с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено дополнительное финансирование – более 48 миллионов рублей. Сейчас такие учащиеся среднего и старшего звена получают горячее питание только на платной основе, в то время как их ровесники из малообеспеченных семей имеют право на бесплатные завтраки. Благодаря изменениям в законодательстве ребята с ограниченными возможностями здоровья, а их в республике 5000, смогут получать полноценное питание в течение учебного дня. Сегодня в России отмечается День предпринимательства. На фоне санкций и ухода зарубежных компаний у представителей малого и среднего бизнеса открываются новые возможности. Многие ниши освободились, а спрос на карельские товары и услуги меньше не становится. На конференции под названием «На бизнес волне» за вклад в развитие экономики региона наградили карельских предпринимателей. Многие из них осваивают новые направления развития и, с учетом непростой экономической ситуации, продолжают совершенствоваться в своей сфере. В связи с предстоящим началом летнего сезона наиболее актуальной темой для обсуждения стало туристическое направление. Мы ждем более миллиона человек, что посетят республику как раз в туристический сезон. В связи с этим предприниматели активно начали строить гостиницы, открывать новые места посещения. Как рассказывает предприниматель Николай Муканин, его бизнес начался с добычи и переработки шунгита. Партнеры и покупатели продукции стали приезжать в Карелию, а Николай проводил для них экскурсии, показывая природу и красоты края. Так зародилась идея создать место, где гости республики смогут прочувствовать всю красоту нашей природы – глэмпинг. Сейчас идея имеет перспективы для развития по всей стране, большие надежды и на экспорт. Мы под себя организовали производство модульных домов, которые мы используем у себя, также мы их продаем другим заказчикам. И у нас мы выкупили тентовое производство, на котором мы делаем тентовые палатки, сафари-домики очень популярны сейчас в глэмпингах. Мы их тоже сейчас экспортируем, уже начинаем. Также на конференции предпринимателям рассказали о мерах поддержки малого и среднего бизнеса и нововведениях в сфере налогообложения. Туристический сезон в этом году обещает быть горячим. Власти республики ожидают более миллиона путешественников и попадают к нам гости самыми разными способами. Один из них – билет на круизный лайнер. Как устроена жизнь судна и чем можно заняться на борту, расскажем в нашем сюжете. В порту Петрозаводска пришвартовался Дмитрий Фурманов. На борту – туристы. 306 человек. Свободных кают нет. Ходит Фурманов по северо-западу – по Ладоге и Онега, Свери и Волхову. Маршрут традиционно пользуется популярностью у жителей крупных городов. За время поездки гости Карелии успевают познакомиться с островом Кижи, Петрозаводском и Валаамом. Естественно, новые времена требуют новых подходов. Всё оборудование давно другое – от навигационного и рулевого до дискотечного. Сменилось и назначение многих помещений. Например, на месте бывшего читального салона расположилось кафе с видовыми окнами. Здесь у нас проводятся настольные игры, музыкальные гостиные. Как видите, у нас здесь есть пианино. Сюда мы ставим синтезатор. И здесь проходит музыкальная гостиная у нас. Очень миленько. Кто-то опять же пьет кофе, чаек. Развлечения также предусмотрены. Но в них особой надобности нет. Идёт теплоход только ночами, а с утра новый город и новая экскурсия. Но после ужина пассажиров ждёт вечернее шоу. А дети весь день заняты с аниматором или няней в игровой комнате. В зависимости от возраста. Время свободного много. Организация музыки, танцы там и для всех. И для деток, и для взрослых. Высокий спрос на отдых в Карелии открывает новые перспективы для жителей республики. Налоговые поступления от туриндустрии в прошлом году увеличились. Власти прогнозируют, что в этом году регион посетит более миллиона туристов. Среди них и ценители водного транспорта. Способы развития отрасли обсудили на заседании правительства республики. Мы не случайно называем туризм одним из драйверов развития экономики Карелии. Объём налоговых поступлений от организации республики сферы гостиничного бизнеса и туризма в прошлом году вырос практически в полтора раза. В свою очередь представители турбизнеса могут подать заявку на компенсацию понесённых затрат. Так, в конце прошлого года Минэк Карелии и органы местного самоуправления возместили предприятиям 35 миллионов рублей. Сейчас проводится повторный отбор на предоставление этой меры поддержки. Алексей Неживёнок, Александр Колобов, Служба новостей. В губернаторском парке состоялся фестиваль «День рождения юнармии». Мероприятие приурочили к шестилетию Всероссийско-военно-патриотического движения. 36 новобранцев торжественно приняли присягу юнармейца. Им вручили красные форменные береты и долгожданные значки с орлёнком. В России сегодня более миллиона юнармейцев. В Карелии чуть больше шести тысяч ребят. У меня подруга ходит сюда, и она мне много чего интересного рассказывала. Мне тоже очень захотелось. И я ходила уже на некоторые занятия. Летом планируется проведение сборов и состязаний. Впереди лагеря «Артек», «Орлёнок», «Океан» для летнего отдыха. Но чтобы туда попасть, нужно поработать и поучаствовать в конкурсах. Ближайшие мероприятия – это, конечно, игра «Победа». Сейчас будет республиканская, потом в июле будет Всероссийская игра «Победа». Это основное такое мероприятие, где ребята показывают свои навыки, которые они создают. Да, это и полоса препятствий, и разборка автомата, и стрельба. Мероприятие организовано в рамках проекта «Школа юнормейских командиров», получившего грантовую поддержку главы Карелии. «Человеку надо мало» – стихотворение Роберта Рождественского прочитал в Карельской филармонии глава республики Артур Парфенчиков. В эти дни в Карелии проходит неделя, посвященная 90-летию известного поэта-шестидесятника. В филармонии состоялся концерт с рождения до вечности. Вместе с петрозаводскими зрителями песни на стихи Роберта Рождественского слушала его дочь Екатерина Рождественская – известный фотограф, журналист и писатель. «Человеку надо мало, чтоб искал и находил, чтоб умелись для начала руками». Для концерта к 90-летию Роберта Рождественского Артур Парфенчиков выбрал свое любимое стихотворение. Букет цветов для дочери поэта Екатерины Рождественской со словами «Приходят новые поколения, но они совершенно свободно перенимают мысли, философию, душу великого поэта». Роберт Рождественский считал Карелию второй родиной. Он учился в Петрозаводском госуниверситете и здесь нашел первого издателя. На творческой встрече в Национальной библиотеке Екатерина Рождественская рассказала, что начала писать, чтобы память об отце оставалась как можно дольше. В Петрозаводский писатель представила свою новую книгу «Шуры-муры на Калининском». В ней отражено удивительное время детства Екатерины, когда в квартиру Рождественских приходили друзья семьи. Пел Иосиф Кобзон, читал стихи Евгения Евтушенко, шутил Муслим Магомаев. Это все и есть память, это то, что подпитывает, то, что держит имя на достойном уровне. Екатерина Рождественская предложила создать в библиотеке небольшой музей Роберта Рождественского, для которого она готова предоставить семейные реликвии – личные вещи отца. Юлия Кучеренко, Станислав Шведов, Алексей Локтев, Служба новостей. За школьниками во время экзаменов будут следить видеокамеры, а карельские стоматологи начали консультировать в Телеграме. Подробности расскажем коротко. В 341 учебном классе Карелии установили камеры видеонаблюдения. Они будут следить за порядком во время сдачи ЕГЭ. Основной период экзаменов пройдет с 26 мая по 2 июня. 40 новых остановок появятся в Петрозаводске в этом году. Антивандальные павильоны для ожидания транспорта изготавливают в исправительной колонии номер 9. Республиканский стоматологический центр открыл службу поддержки в Телеграме. С помощью здравчата можно получить талон на лечение и задать вопросы специалистам. Со 2 июля будет приостановлено автоматическое продление документов гражданам, у которых наступает срок переосвидетельствования на инвалидность. 28 мая в Национальной библиотеке Карелии пройдет Библионочь. Гостей ждет живое чтение, творческие программы, интеллектуальные игры, встречи с писателями и художниками. Более 8 тысяч детей от 8 до 17 лет в Карелии уже получают новое пособие. Эта выплата может быть назначена, если средний душевой доход семьи меньше прожиточного минимума. Одной из тех, кому уже одобрили выплату, стала семья Давыдовых из Петрозаводска. Помогает ли пособие на несовершеннолетних сбалансировать расходы и на что еще его можно потратить, узнала Наталья Ильина. У маленького Саши большая и дружная семья из пяти человек. Мама, папа, старший брат Ромы и сестра Лена. Глава семейства ходит на работу, а вот Анна сейчас находится в декретном отпуске. Если посчитать средний душевой доход такой большой семьи с тремя детьми, где работает только один из родителей, получится, что он составляет меньше прожиточного минимума на человека. С 1 мая этого года дети от 8 до 17 лет в семьях с невысоким доходом могут получить новое пособие. Семья Давыдовых – одна из тех, кому уже одобрили выплату. Нам назначили 100% прожиточный минимум, то есть это где-то 14 с чем-то тысяч. Мы оформили на госуслугах, да, с 1 мая, я так понимаю, нужно было подавать. Можно было и раньше, но мы не старались, не гнали за этим. Оформили в начале мая, проблем у меня никаких не было с оформлением. По данным пенсионного фонда, более 8 тысяч детей от 8 до 17 лет уже получают новое пособие в районах Крайнего Севера. Его размер составляет 15 530 рублей. А в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера – 14 504 рубля. Конечно, пособие поможет нам. Во-первых, дети растут, одежду нужно покупать, обувь. Сейчас цены выросли. Даже продуктовая корзина уже один раз ходить, достаточно такая сумма приличная. На развлекушки какие-то детям, в кино, в батутник, на кружки мы ходим. При назначении пособия в мае деньги перечислят, в том числе, за апрель. Документы подать можно и позже. Если это сделать до 1 октября этого года, выплата поступит за весь период с 1 апреля. Если гражданин обратится после 1 октября, то, соответственно, будет устанавливаться выплата уже непосредственно с месяца обращения. Заявление рассматривается 10 рабочих дней. Получить консультацию по вопросам назначения выплаты можно по телефону горячей линии пенсионного фонда или по номеру контакт-центра. Наталья Елина, Александр Колобов, Служба новостей. На Левашовском бульваре в Петрозаводске начали сносить аварийные деревья. В рамках масштабного благоустройства бульвара также пешеходные дорожки сквера вместо асфальта замостят белорозовым гранитом, установят скамейки и праздничную иллюминацию. И посадят более 200 новых деревьев – лип, елей, яблонь, кленов и густые боярышника. А старые деревья спиливают, потому что они представляют опасность для пешеходов и автолюбителей. К сожалению, деревья находятся в аварийном состоянии. У очень многих есть дупла, глубокие, есть более глубокие повреждения, есть менее. Очень многие деревья имеют наклон ствола, и корневая система уже приподнята, отрывается. Поэтому с целью предупреждения как раз таки аварийных ситуаций и сносим их. Всего на благоустройство потратят 111 миллионов рублей. Завершить работы планируют до конца сентября этого года. Для спорта не бывает ни слишком рано, ни слишком поздно. Что уж говорить о спортивных состязаниях. В Петрозаводске вновь прошла спартакиада пенсионеров. Азарт, состязания и товарищество. В Петрозаводске прошел очередной этап спартакиада пенсионеров. В командных и личных зачетах шла борьба за выход в финал, на Россию. И для участников состязания была возможность использовать ради победы весь свой спортивный и жизненный опыт. Наш командир пригласил поучаствовать. В частности, по пулевой стрельбе, так как я занимался биатлоном. В данный момент охотник, рыбак-охотник. Поэтому стрельба близко ко мне. Поедем на Спартак, будем, наверное, еще бежать километр. А на стадионе Спартак, где готовился забег на километр, собрались участники, организаторы и те, кто пришел поддержать своих товарищей. Многие здесь побывали уже не в первый раз и связаны общими воспоминаниями. Мы отстрелялись, поддержали команду, которая занималась теннисом, сейчас вот заканчивают, и поддержать своих товарищей, которые будут бежать вот эту дистанцию. Я участвовала в данной Спартакеаде, это было, по-моему, два года тому назад. Я тоже стреляла, но так получилось, что мне пришлось бегать на этом стадионе. Пришла женщина на соревнования, и меня уговорили пробежать этот километр. Я согласилась на эту авантюру. Я пробежала, значит, здесь два с половиной круга. Последние 400 метров я запомнила всю жизнь, потому что у меня дыхания не хватало, я бежала из последних сил, но я понимала, что команду надо поддержать, с дистанции не уйти. Несмотря на относительно недавнюю историю этого состязания, Карелии уже есть чем похвастаться. Вот 8 лет назад провели как раз первую Спартакеаду, участвуют все команды, а потом мы по всем направлениям отбираем лучших и составляем сильную команду пенсионеров на российские соревнования. Два года назад у нас наша команда пенсионеров России заняла третье место в России среди пенсионеров, среди 85 регионов. Испытания оригинального этапа окончены, оставалось определить победителей, раздать медали и кубки. Конечно, сразу после общей трапезы, где можно оставить переживания этого дня. Михаил Платонов, Александр Колобов, Служба новостей. Дайверы нашли возле Валаама неопознанное затонувшее судно. На данный момент известно, что это пассажирский борт, когда-то носивший имя Святая Елена. По предварительным данным он затонул из-за столкновения с каменной грядой. Однако специалисты смогут подтвердить эту версию только после подробной экспертизы. Главная же цель исследовательской группы, работающей на Ладоге, затонувшие церковные колоколам, которые были потеряны более 80 лет назад. Для их обнаружения участники клуба подводного плавания «Дива» используют гидролокаторы, магнитометры и подводные металлоискатели. Остров Валаам в очередной раз удивил нас. И я считаю, что это только начало находок, потому что территория, акватория, поиск, она очень большая. Таковы главные новости на сегодня. О них вам рассказали Данил Чиненов и Служба новостей. Берегите себя. Всего доброго. Данил Чиненов